Коллаборация Atomic Heart и War Thunder. Новые среднебюджетные видеокарты 40 серии. Фильм про Atomic Heart. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем ролике. Берите что-нибудь вкусненькое, поесть, попить, загружайте свой царский лайк, ну а мы начинаем. Поехали! Компания Gajin Entertainment анонсировала коллаборацию War Thunder и Atomic Heart. В онлайн экшене появятся роботы, созданные на основе документации от Mundfish. Авторы отмечают, что новые устройства будут играть уникальную роль в сражениях. Например, появится робот-сварщик Беляш. Он идеальный разведчик, который способен легко карабкаться по вертикальным поверхностям. Или робот-ремонтник Наташа, который будет оказывать поддержку штурмовым частям с воздуха и использовать противопехотные мины, ракетную установку и систему залпового огня. Близняшек же фанатам ждать не стоит. Подробная информация о появлении роботов из Atomic Heart War Thunder появится позднее. Перед запуском планируется провести тестирование, о котором расскажут перед его началом. Компания Sony анонсировала полную подборку игр на апрель для подписчиков базового уровня PlayStation Plus. Начиная с 4 апреля и до 2 мая, пользователи PlayStation Plus смогут в рамках подписки забрать 3 игры, среди которых будут Сакбой, A Big Adventure, Meteor Maker и Tales of Iron. Студия Mundfish анонсировала документальный фильм о создании шутера Atomic Heart. Разработчики расскажут о своем творческом пути и трудностях, с которыми им пришлось столкнуться. Тизер был опубликован на YouTube. Надеемся, что все нашли то, что скрывается за утопической мечтой. Теперь пришло время узнать, что стоит за рабочими буднями Mundfish. Продолжение следует. Говорится в описании к ролику. Инсайдер, который ранее слил в сеть изображения игры Avatar Frontiers of Pandora, поделился ее новыми подробностями. Сообщается, что в Долгострой от Ubisoft игрокам предстоит взять на себя роль дитя Нави, похищенного людьми. Главной задачей станет возвращение к родным кланам и защита Пандоры. В игре продемонстрируют уникальные локации, не встречавшиеся в фильмах. События, напомним, происходят между первой и второй частями Аватара. В игре можно будет создавать новое снаряжение и улучшать свои навыки. Сражаться позволят как традиционным оружием, орудуя копьями и луком, так и человеческим, вроде винтовки и дробовика. Кроме того, подтверждается возможность кастомизировать главного героя. Передвигаться по большому открытому миру можно будет с помощью личного банша. Он также дает возможность сражаться в воздухе. Релиз игры Avatar Frontiers of Pandora состоится в 2023-2024 финансовом году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Несмотря на то, что классическая фиксированная камера осталась в далеком прошлом, многим фанатам Resident Evil интересно взглянуть на современные игры серии с такой перспективы. Последним соответствующую возможность представил недавно вышедший ремейк Resident Evil 4. Ютубер Enveloping Sounds покопался в его файлах и показал проект солскульной фиксированной камерой. Для демонстрации концепта был выбран средневековый замок из ремейка Resident Evil 4. И как видно по этому ролику, ракурсы фиксированной камеры придали помещениям этой локации некоторого шарма классических игр серий. Что ж, ну на этом наш ролик подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. И если вам действительно понравилось, то обязательно подписывайтесь на каналчик и ставьте лайки. Ну а мы увидимся с вами через неделю. А может быть и не через неделю, кто его знает. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok